Это система планировщик задач по-русски, система которая позволяет выполнять задачи с определенной периодичностью. У крона есть свои недостатки, он не запоминает что ему нужно сделать, просто выполняет в определенное время. Если вы поставили задачу на выполнение допустим раз в неделю, система у вас на ноутбуке, в это время спали и ноутбук был выключен. Следующая задача выполнится только на следующей неделе и у вас получится двухнедельный пропуск. Давайте посмотрим, что у нас есть про крон, скажем так, в настройках. Вот видно, что у нас есть файл кронтаб и 5 директорий. Давайте посмотрим в цена. Здесь есть еще файл крон-деной. Зачем нужен файл крон-деной? В нем можно перечислить имена пользователей, которым запрещен доступ к крону. То есть, мы можем регулировать, у каких пользователей есть доступ к созданию задачи для крона, а у каких нет. Соответственно, работает так, что есть у всех, кроме тех, которые перечислены в этом файле. Если мы хотим наоборот, более строгий режим сделать, мы можем наоборот создать файл крон-алол. Тогда ни у кого не будет доступ к крону, кроме перечисленных имен пользователей. Теперь файл кронтаб. Это такой общесистемный файл, в котором содержится задача для крона. У нас есть периоды, когда запускать. Сейчас я про них расскажу. Пользователь, от которого запускать. И команда. Так как это общесистемный крон, и он как бы не принадлежит никакому пользователю, нам нужно указывать от имени какого пользователя мы хотим запускать задачу. В данном случае от имени рута все. Так, пять периодов. Первое это минуты. Второе это часы. Третье это дни месяца. Day of month. Соответственно, сам месяц и дни недели. Как это работает? Если мы хотим минимальная единица, это минута. Если мы хотим запускать каждую минуту задачу, мы ставим пять звездочек. А звездочек это как бы каждый, то есть каждую минуту, каждого часа, каждого дня, месяца и так далее. Пишем, что делаем, от имени кого и какую-нибудь можно простую команду. Либо скрипт, либо программу, либо прямо команду нужно указать. Все добавили. Если подождем минуту, то по идее она должна сработать. Что делать, если мы хотим выполнять не каждую минуту, а как-то изменить периодически? Мы можем делить, делить на пять. Каждые пять минут. Или даже слэш можно использовать через даты. Через каждые пять минут. Если мы хотим запускать каждые пять минут первого часа, то есть 12 раз, но только в первом часу суток. Единичку ставим. То есть только в первом часу, каждого суток, каждого месяца и так далее. Также можем использовать еще диапазоны от одного до трех. То есть в первом часу, втором, третьем часу. Если же нам нужно, ну не подряд, что было, а там несколько раз в сутки, в несколько часов, мы можем перечислить их через запятую. То есть в первом часу, в третьем и в пятом. То есть запятая это, грубо говоря, и. Понятно, что у нас, например, дни недели, то оно не любое число. То есть у нас всего семь дней. Получается от нуля до шести включительно. То же самое с месяцами. У нас всего 12 месяцев. Да, уже задача отработала, пока мы с вами общались. Да, вот даже так. Видно, что наша задача уже успела три раза отработать. То есть это работает. Что если мы хотим добавить, создать некий скрипт, который бы у нас работал ежедневно? Мы можем, собственно, создать этот скрипт. Тут уже что-то есть. Тут есть. Тут нет. Микроскрипт на баш. С какой строки начинаются скрипты на баш, чтобы они могли автоматически исполнять? Да, решетка восклицательный знак. Точно. Да, вот один человек запомнил. Да, мне Моника, как запомнить первые два символа? Ши Бэнкс. Ши Бэнкс. Решетка восклицательный знак. Решетка, по-моему, шар, то есть по аналогии Ши, да, она не знает. Бэнк, взрыв. Она взорвалась, короче. Ши Бэнкс. Можно легко запомнить. И путь, да, для интерпретатора, бин баш. Точно такой же скрипт. Скрипт сбацали. Нам нужно сделать его исполнение. Команда чмод плюс x. Еще один способ. Мы просто добавляем права на исполнение. Плюс добавить, минус убрать. И теперь копируем этот скрипт в директорию atsicron.daily и он будет исполняться раз в сутки. Просто достаточно скопировать. Понятно, что это вариант только для суперпользователя. Да, потому что не у суперпользователя. Прав на запись в эту директорию нет. Это, так сказать, общесистемный крон. Но у каждого пользователя есть свой маленький крон, если можно так сказать, у рота и у любого пользователя в системе. То есть любой пользователь в системе можно создавать эти задачи. Как отредактировать? Есть команда крон так, минус е, да, edit. Сразу откроется редактор. Ну, пусть будет, наверное, да. И здесь есть уже тоже какие-то примеры, документация. На это можно при желании все стереть. Где-то очень так же мы ставим периодичность, команду. Здесь уже не нужно указывать от имени какого пользователя это запускается, потому что и так понятно от имени какого пользователя это запускается, да, потому что это персональный крон. Где все это содержится? Персональные кроны они тоже складываются как бы в файлы. Файлы содержатся в директории var-spool-kron. Видно, что у пользователя root есть вот этот файл с нашими настройками. Вот только что мы дописали. Но напрямую редактировать этот файл нельзя, потому что крон его не подцепит и он будет использоваться. Не могу сейчас детально рассказать вам то ли кэширик, то ли что. То есть, если вы напрямую записали в этот файл, чтобы эта задача начала работать, нужно перезапустить крон. Либо использовать крон так, но тогда все делается автоматически. Чтобы просто посмотреть свои задачи, минус l. чтобы посмотреть кронтаб определенного пользователя, минус l. Да, вот мы смотрим определенного пользователя. Там просто одинаковые команды непонятные. Ну, как бы root мажет, что называется. Мы можем выгрузить содержимое кронтаба в файл. Те задачи, которые пишет юзер, а не в какой файл попадает? В его. Также в директории кронтабс. Зависит от операционной системы. В centos, по-моему, директория сразу крон или как-то так. Вот. Но вот здесь, в Ubuntu, wars, pool, крон, кронтабс. И у каждого свой файл. Да, но вы выгрузили этот кронтфайл. Его можно отредактировать. И загрузить обратно, по-моему. Вот. Не помню детали. Давайте попробуем так вот. Да, т.е. Если у нас большой кронтаб, и мы хотим его передать на другую сервер, или отредактировать каким-то особым редактором, мы можем все содержимое выгрузить в файл, внести правки, и сразу все содержимое загрузить. С заменой, естественно. Это удобно, когда нам большой объем нужно исправить. Подписывайтесь на наш канал. Давай. Давай. Поехали. Так. Давай. Давай. Продолжение следует...